Одной из основных причин появления грязи на проезжей части – недобросовестные застройщики. В Самаре больше двухсот строительных площадок. Большинство из них, как, например, эта на Куйбышево, оборудованы необходимыми знаками, забором и ограждениями. Но есть и те, к которым у государственной инспекции немало претензий. В частности, забор на Буяново не соответствует мерам безопасности. Выезд с твердой поверхностью не оборудован. Люди пройти не могут рядышком. По одной простой причине, те навесы, которые вы делаете, туда зайти страшно. Там либо голову сломаешь, либо ноги переломаешь. А в темное время ночи, так я бы вообще не посоветовал близко к ним подходить. Выросшие прошлой весной штрафы по благоустройству стройплощадок принесли свои плоды. Большинство территорий теперь соответствуют всем необходимым требованиям. Организована мойка колес грузовых машин, выезд с твердым покрытием, уборка территории проводится регулярно. Но есть и те, кто нормы нарушает. В администрации города призывают застройщиков потратиться на обустройство территории, чтобы не платить бесконечные штрафы. На носу месячник по благоустройству, а значит, внимание к стройплощадкам будет пристальное. Если каждый руководитель строительной компании будет понимать, что он может тоже свои просто нормальные работы, исполнением правил, которые есть в нормативных документах, если он такой работой может способствовать тому, что наш город выглядит лучше и чище, то тогда эта работа идти будет. Если руководитель это не понимает, то тогда мы будем просто его штрафовать и убеждать в том, чтобы свои обязанности он выполнял качественно. Штрафы для юридических лиц составляют сегодня до 300 тысяч рублей. Кроме того, строительный надзор может приостановить работы компании на 90 дней. А это весомая потеря для бизнеса. Накануне генеральной уборки специальная комиссия сотрудников профильных департаментов ГАТИ и ГИБДД будет совершать регулярные рейды по строительным объектам и выписывать застройщикам-двоечникам протоколы. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.